Тепловизор Ти-9 от Fluke И новеньким SIG Thermal Rival Blue Вы уже знаете Что В парке приборов нашей лаборатории Имеется тепловизор модели Ти-9 От Fluke Когда мы его отправляем в поверку То в течении месяца Иногда и полутора месяцев Нет возможности Проводить измерения Также нередки случаи, что возникает Острая необходимость Одновременной проверки нагревов Но на разных подстанциях Сильно удаленных друг от друга И в таком случае приходится чем-то жертвовать Проводя измерения Поочередно Чтобы избежать таких ситуаций Мы стали задумываться о приобретении Еще одного тепловизора В настоящее время на рынке Имеется огромный выбор Различных тепловизоров Но мы искали что-то одинаковое По характеристикам С нашим Ти-9 От Fluke И по возможности Более низкой стоимости А тут как раз таки Мне предложили Опробовать в работе Компактный Тепловизор Сик Термол Ревел Блу Буду его просто называть Сик Термол А почему бы и нет А вдруг он вполне подойдет Под наши требования Он кстати как раз обладает Аналогичными техническими Характеристиками А в некоторых моментах Даже превосходит Флог По матрице И диапазону Измеренных температур Но при этом Его стоимость В несколько раз ниже Вот сравнительная таблица По их техническим характеристикам Посмотрите сами Новый тепловизор Достаточно компактный Легкий И по ощущениям Кажется что Вообще держишь в руке Не тепловизор А обычный Сотовый телефон Да и по внешним признакам Он даже очень Схож Данный тепловизор Имеет ударопрочный корпус Имеет прорезиненные Кнопки управления И вставочки Для удобства В комплекте идет шнурок Можно так вот его надеть И спокойно отходить Производить измерения Помимо функции Тепловизора Он имеет фонарик Причем с достаточно Мощным световым потоком Около 330 люминов По заявленным характеристикам Это очень удобно Например После обследования Электроустановки Можно сразу же осветить Найденный дефект И рассмотреть это место Более тщательно Да и вообще Я его использую В последнее время Не только Как тепловизор Но и как фонарик При осмотре электроустановок Вон видите какой Фонарик достаточно мощный Мощность фонарика Регулируется Как Кнопкой Вот фонарик Включается Этой кнопкой Нажимаем Первое положение Второе Поменьше И отключается Также регулировать Фонарик Можно И с помощью Программы Там задается яркость Каждой ступени То есть Первая ступень Сейчас 90% У меня стоит Вторая По моему Около 40% В ПТП И в руководящих Документах Объемы и нормы Испытания Электрооборудования Тепловизионный контроль Уже внесен В перечень Межремонтных Испытаний И к тепловизорам Имеется даже Конкретный ряд Требований А конкретно Разрешающая Способность У тепловизоров Должна быть Не хуже 0,1 градуса Цельсия И второе Спектральный диапазон Должен быть Должен находиться В пределах От 8 до 12 Указанным Требованием Удовлетворяет Лишь Тепловизор СИК Термол Ревел Блу А ТИ-9 От Флук Не проходит По требованию Разрешающей Способности 0,1 градус Цельсия Но Для нужд Подстанции Я считаю Их вполне Приемлемыми Несколько слов Про тепловизионный Контроль Развитие Дефектов Электрооборудования На начальной Стадии Чаще всего Проявляется В виде Нагревов А потому Тепловизионный Контроль Является Одним из Наиболее Эффективных Методов Диагностики Тепловизионный Контроль Он же Инфракрасный Контроль Можно Осуществлять Дистанционно То есть Без Отключения Электрооборудования Что является Главным Его преимуществом То есть Главным Преимуществом Данного Метода Диагностики Тем не менее Тепловизионный Контроль Основан на Измерении Так называемой Излучательной Температуры И По большому И по большому Счету И является Косвенным Тем не менее Этого Вполне Достаточно Чтобы Определить Состояние И критические Дефекты Работы Электрооборудования Даже с учетом Того Что результаты Измерений Могут Значительно Влиять Ряд Факторов Таких Как Ветер Солнечная Энергия Тепловое Отражение От других Объектов Неправильный Выбор Коэффициента Теплового Излучения И так Далее Но сегодня Мы поговорим Не об этом Кстати Единственным На сегодняшний день Нормативным Документом По тепловизионному Контролю Является РД Основные Положения Методики Инфракрасной Диагностики Электрооборудования И воздушных Линей В этом РД Приведены Все допустимые Температуры Нагрева Контактов Контактных Соединений Таковедущих Частей И тому Подобное Ну а теперь Я проведу Тепловизионное Обследование Электрооборудования По графику Как раз Она у нас Настала Идет И покажу Вам Разницу Между Нашими Тепловизорами Удерживая Среднюю кнопку Включаем Тепловизор Вдаваться В подробности Настроек Я не буду Там нет Ничего сложного Если вдруг Возникнут Какие-либо Вопросы То спрашивайте Об этом В комментариях Единственное Я скажу Что нет Поддержки Русского Языка Ну и это Не проблема Так как Достаточно Знать Достаточно Иметь Какой-то Начальный Уровень Знания Английского Ну или Как вариант Это Перевести Сделать Перевод Через Переводчик В первую Чуть Я переключился В настройках На градус С Фаренгейта На градусы Цельсия Вот вы видите А также Добавил В центр Курсор То есть Overlay On Где будет Измеряться И отображаться На экране Измеренная Температура Также Для удобства Выставил Выставил Дату И время Настроил Яркость Экрана И задал Время Автоматического Отключения Тепловизора В течение 15 минут Кстати Здесь Это не Совсем Критично Так как У данного Тепловизора Очень мощный Аккумулятор По паспорту Аж до 10 часов Работы В отличие От того же Fluke Ti9 Это раза Так В 2-3 Дольше Что естественно Не может Не радовать При отображении Картинки Можно выбрать Для себя Один из 7 Фильтров То есть Цветовую палитру Осуществляется Это вот Этой кнопкой Filters Вот Железо Iron Вот Режим Cool Glow Black Черный White Белый Tyrion Glory Ну вот Вот опять Iron Железо Больше всех Мне нравится Режим Iron То есть Железо Ну вы Можете Для себя Выбрать Любую Любую Удобную Для вас Любую Удобную Для вас Палитру Ну в общем Вот Наводим Камеру На исследуемую Электроустановку И на экране Сразу же Отображается Изображение В тепловом Спектре Так Фокусировка У данной Модели Отсутствует Это скорее Минус Так как Она позволяет Сделать Картинку Более четкой И понятной Как видите В центре экрана Находится Курсор Квадратный Курсор Температура В центре Которого Соответствует Температуре Отображаемой На экране То есть Вот видите Здесь Вот Наложу Вот я На шинку Здесь 12-13-14 градусов Таким образом Измеряем температуру И выявляем Дефекты Нагревы И прочее Это у нас Присоединение кабеля Ну Все 12 градусов Ничего тут Я не вижу Критического Ну Например Вот мне Хочется Зафиксировать Эту картинку Я нажимаю Кнопку Капчера Картинка И изображение У меня Сохраняется Все Сохранено Изображение Автоматически Сохраняется В формате JPEG На карте Памяти MicroSD В общем Сохраненное Изображение Можно посмотреть Прямо на экране Тепловизора Вот оно Сейчас здесь Я его Загрузил Для этого Нужно зайти В меню И войти В раздел Галерея На сохраненном Рисунке Сразу же Отображается Температура В том месте Объекта Куда был Наведен Квадратный Курсор То есть Вот видите 15 градусов Фаза B Присоединение Шин К рубильнику Кстати Карта памяти Идет в комплекте Имеет размер 512 мегабайт Слот для карты Находится Под защитным Резиновым Колпачком Ну Своего рода Такая вот Заглушка Там же Находится Разъем MicroUSB Для зарядки Аккумулятора 79 Давайте поближе Подойдем Вот 80 градусов У нас Тут 80 Даже больше Так Здесь Фаза C Третий полюс Более-менее Уже Вот температура Видите Курсор По середине Экрана То есть Куда я навожу Та температура И отображается Внизу Здесь В строке Состояние Так сказать То есть Здесь Конкретно У нас Видно Что Греется Вот это Болтовое Соединение Фаза B Рубильника А вот Картинка С нашего Fluke Ti9 Тепловизора То есть Вот у нас Видно Что Греется Одно Болтовое Соединение И Греется Второе Болтовое Соединение Видите 85 градусов Вот этот Самый Рубильник Ну или Разъединитель Кому как Удобнее Вот она Фаза B Которая Грелась Так-то Визуально Как бы И ничего И не видно Ничего Не разрушено Никаких Прям Потемнений Особо Нет Ну вот Видно Тут На ноже Что Нету Здесь Вот видите Циатим Смазка Есть А вот На фазе B То есть От температуры Эта Смазка Она уже Испарилась То есть Видите Нету Ее Нагрузка На Фидер Составляет 350 Ампер Номинальный Ток 600 Ампер И Ну почти 0,5 0,55 От номинала Грузится В принципе Не так И сильно Представьте Себе Температуру Нагрева До какой Температуры Нагреются Вот эти Все Шпильки И болтовые Соединения При достижении Нагрузки Там В 500 Или вовсе 600 Ампер 60 70 Вот То есть Это у нас Получается Наконечник Идем Вверх И вот 104 градуса Это у нас Наша шпилька С автоматой И соединение На шину Здесь Что у нас Здесь у нас Также греется Сама шпилька Автомата Вот видите 117 градусов 105 градусов Так И греется Вот в этом месте Наконечник А вот у нас Выход с автомата Вот Фаза С Тоже Визуально Как бы Невооруженным Глазом Ничего Не видно Никаких Почернений Потемнений Разрушений Я не вижу То есть Именно Данные Дефекты Обнаруживаются Только непосредственно С помощью Тепловизора Ну или Пирометров Это у нас Наконечник Здесь Тут нагрузка Большая Продолжаю Тестировать Наш новый Тепловизор Сиктермал 70 71 74 60 Вот видите сбоку 92 градуса Вот такая вот картина В общем Вот такая вот Имеется у нас Ситуация С нагревом Вот этих Адаптационных Плит Вот такой Получился Небольшой Обзор В виде Сравнения Двух Тепловизоров Fluke TI9 И Thermal SIG Revival Blue Еще раз Напомню Вкратце Про преимущества Маленький Вот такой Компактный Тепловизор В некоторых Технических Характеристиках Даже преобладает Над Нашим Fluke Как вы Сами Все видели Достаточно Неплохой Тепловизор Какая Картинка Получается У Данного Тепловизора И какая Картинка Получается У Тепловизоров Fluke Да Между ними Действительно Есть Некоторая Разница Но Эта Разница Достигается Путем Увеличенного Расширения У тепловизоров Fluke То есть У него экран На 640 480 Пикселей Соответственно Картинка Сама Больше Ну у него И экран Больше И картинка Больше И имеется Возможность Фокусировки То есть Где-то Получается Допустим Смазанная Картинка Непонятная Разъединитель Или трансформатор Тока И всегда Можно подкрутить Отфокусировать И настроить Большую Резкость И четкость Тепловизора У Thermal Сиг Недостатком Или недочетом Является Именно Меньшее Расширение По сравнению С Fluke Отсутствие Фокусировки Ну и Третье Я бы добавил Здесь Горизонтальное Расположение В руке С одной стороны Это удобно Как бы Если ты Что-то снимаешь На уровне Пояса Или выше уровня Или выше уровня Головы Вверх Поднять Куда-то В общем На уровне Глаз Когда же Необходимо Произвести Съемку Вниз Снять Какие-нибудь Трансформаторы Тока Или кабель Приходится Допустим Наклонять Тепловизор Вниз И Не совсем Видно Имеющуюся Картинку То есть Я привык Что у меня На Fluke Имеется Вертикальная Ручка И как бы Куда бы Я не повернул Рукой Не всегда Картинка Перед глазами То есть Все наглядно Видно Здесь же Приходится Головой Наклоняться Вперед Чтобы считать Картинку Ну и Еще Из недочетов Это Отсутствие Общей шкалы То есть Максимальная И минимальная Температура На экране Здесь имеется Лишь один Курсор В центре И Нужно Как бы Ловить По Объекту По измеряемому Объекту В какой Точке Температура Больше В которой Меньше И так далее На тепловизоре Fluke Мы сразу Наводим на Объект И видим Там максимальную И минимальную Температуру По шкале Сбоку А уже В центре У нас Также Имеется Аналогичный Курсор Где мы Уже контролируем Температуру В центре Курсора То есть Это очень Удобно Но Помимо Данной Модели У производителей Еще имеется Версии Тепловизоров Для Смартфона Которые Этих Недостатков Не имеют Ссылки На Тепловизоры И промокод Дающий Скидку 10% На покупку Каждого Приведены В описании Под Роликом Тем не менее Давайте Тоже Не будем Забывать О том Что Данный Тепловизор Thermal Seek Имеет стоимость Около 27 тысяч Рублей Тогда Как Тепловизор Ti9 Fluke Еще в то Время Когда он Еще не был Снят С производства Он уже Стоил Порядка 120 тысяч Рублей На данный момент Аналоги У него Это Ti S10 Ti 20 У которых Стоимость Составляет Порядка 150 170 Тысяч Рублей То есть По сути За Приемлемую Стоимость Мы имеем Тепловизор Соизмеримый По качеству И по Характеристикам По сравнению С более Дорогими Тепловизорами Например Теми же Fluk Или Flir Ну Конечно же Решать вам Кому-то Нужен Тепловизор В бытовом Применении Кому-то В промышленном У кого-то Бюджеты Более Ограничены У кого-то Наоборот Можете Купить Тепловизор И за 2 Миллиона Ну В общем Это уже Вы Сами Для себя Определите Что Хотел бы Еще Добавить В конце Я Показал Вам Лишь Одно Применение Тепловизора Исключительно Связано С моей Сферой Деятельности На самом деле Этим Применение Тепловизора Не ограничивается Его Применение Достаточно Широкое Это И Обнаружение Утечек Тепла Или Холода В квартире Загородном Доме И прочих Зданиях И сооружениях Это Поиск Локальных Нагревов Или Перегревов Оборудования Какого-нибудь Техники Это Обнаружение Добычи На охоте В том числе В условиях Плохой Видимости Это Различное Исследование Технологического Оборудования Баки Резервуары Трубопроводы Система Отопления Вентиляции Кондиционирования И так далее И тому подобное Ну На этом Я заканчиваю Своё видео Кому оно Понравилось Обязательно Ставьте Лайки Если Есть Какие-то Вопросы Обязательно Спрашивайте Об этом В комментариях Ну А с вами Как всегда Был Дмитрий Автор сайта Заметки Электрика До новых встреч Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok